Пять хвилин, полет нормальный. Традицию запуску моделей у ракет на Новый год протягивают у Гродня. На передний свят выхованцы областного центра техничной творчести сконструировали десяток ракет и провели пробный запуск. А вот великий старт запланованный на другое студене 2018 года. Три, два, один, старт! Это пробный запуск. Тестовые модели ничем не отрозняются от обычных. А вот другого студеня выхованцы центра техничной творчести запустят у неба казочные ракеты в выгляде Деда Мороза и инших новогодних героев. Для удельников авиашоу подрыхтована адмысловая программа. Будет космичная лотерея проводится. Это то, что будут задаваться питания, отказаться, лотерейные билеты, тримовать, и потом будут призы. И, как за все, будет символы доходящего года взлетать у неба, певень, и из него будет плюшевая цацка на парашюте спускаться эта собака. Цветочный запуск ракет – заправдная падея для удельников гуртка. После долгой подрыхтовки моделей, кожный вучень и новички, и майстры ракетно-космичной справы уластноручно запустить у неба свои корабли. Я уже занимаюсь второй год. Делаю ракеты в том году. Ездила летом на соревнования в Липай. Мне очень нравится. И сейчас будут. Там я не выиграла, но мне очень понравилось там участвовать. Сейчас я работаю над другой ракетой – Фау-2. Это интересно – делать что-нибудь, а потом запускать. Традиции запускать модели ракет на Новый год у Гродня уже 10 год. Идея належит выхованцам гуртка ракетно-космичного моделявания и его керунику Александру Липаю. Доречи, селит, а он стал лепшим тренером Беларуси по выниках спортивного года у ДСАФ. Ускарбонцы узнагород Александра Липая за 2016 год перемога у агульным залику Кубка Свету у классе модели ракета-планов. А выхованцы его гуртка не одночас становились опрызерами международных споборництвов. Додадим, что с 2060 года в грудянцы угоходят улик лепших моделистов Су-Свету и Европы.